Второй год для мячей, желающих проверить уровень своей физической подготовки и получить знак «Готов к труду и обороне», региональный оператор Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и Дирекция по управлению спортивными сооружениями проводят Дни ГТО. 17 марта к такому празднику спорта и здоровья присоединились 180 человек. В физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева собрались и дети, и взрослые. Поприветствовать тех, кто пришел выполнять нормативы комплекса ГТО и вручить заслуженные награды золотым значкистам прошлого года пришли двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко, герой России Дмитрий Перминов и заместитель министра спорта Алексей Фадин. Надо заниматься и потом в единый день, когда сдается норматива, приходить всей семьей, чтобы приходили родители, приходили дети и сдавали этот норматив. Чтобы как можно больше людей занимались спортом, чтобы у нас подрастающее поколение было здоровым, красивым, смелым, сильным. Также известный омский боксер, который сам в прошлом году выполнял нормативы ГТО, провел для участников праздника разминку и пожелал им добиться высоких результатов во всех испытаниях. Я думаю, что большинство здесь впервые будут сдавать норму ГТО, я как человек, который сам прошел этот тест, норматив, сдал на золотой значок. Хочу сказать, что было непросто. Некоторые нормативы сдались очень сложно, поэтому, чтобы получить золотой знак, придется постараться. Успехов вам! Я думаю, что у вас все получится. Добрый путь! После такой зарядки все разошлись с боевым настроем по станциям. И стоит отметить, что многие из пришедших показали очень высокий уровень физической подготовки и сумели удивить инструкторов перевыполнением нормативов почти в два раза. Продолжение следует... ГТО ГТО это, как сказать, такая вещь, которую должен уметь сдавать каждый. То есть каждый мужчина нашей страны должен иметь хорошую физическую подготовку, должен уметь нормально подтягиваться, отжиматься, бегать, прыгать и так далее. Также значок получить, это, как сказать, гордость. Вот пришли испытать себя, свои силы, проверить свою выносливость и сможем ли мы получить данный знак. Чтобы проверить себя, свою выносливость и проверить, на каком сейчас этапе развития в спорте. Я пришел получить знак. Хочу сдать на золото. Наверное, самым сложным это подтягивание, потому что там нужно прям чистую технику показывать, без рывков. Хочется чувствовать себя молодой, энергичной, ну, в общем, сильной, смелой и готовой к трудообороне внуков воспитывать на своем примере. Для тех, кто показал лучшие результаты в своих возрастных группах, организаторы подготовили фирменные сертификаты, а также абонементы на бесплатное посещение бассейна и тренажерного зала. Всего было подарено 60 таких сертификатов. Редактор субтитров А.Семкин